Добрый вечер в эфире Вести Карачаева Черкесия. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов принял участие в заседании Президиума Правительственной Комиссии по региональному развитию в режиме ВКС под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснулина. На повестку дня вынесли вопросы, касающиеся реализации программ дорожного строительства реконструкции капремонта федеральных, региональных и сельских дорог. Как отметил вице-премьер, в среднем по стране в минувшем году отмечены лучшие результаты. Перевыполнены показатели по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По словам Рашида Темрезова, в Карачаево Черкесии поставлена цель не только не сбавлять набранных темпов, но и совершенствовать работу. В текущем году по нацпроекту в республике будут приведены в нормативное состояние 26 километров дорог и 6 мостов. Еще свыше 5 километров дорог местного значения реконструируют по программе комплексного развития сельских территорий. Еще один вопрос в повестке. Совещание касался мер по снижению аварийности на дорогах. По словам Рашида Темрезова, в этом году планируется установить на дорогах республики порядка 30 дополнительных стационарных комплексов фото-видеофиксации. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов встретился с матерями и женами военнослужащих, женщинами, которые своей решительностью и стойкостью духа вдохновляют наших бойцов и служат примером каждому из нас. Конечно, на встрече самым важным было узнать, чем живут семьи военнослужащих, чем мы можем помочь еще, какие вопросы остаются открытыми, отметил глава. Присутствующие внесли свои предложения по расширению пакета региональных мер поддержки, обсудили и точечные, и персональные острые вопросы и системные решения. Абсолютно все озвученные пожелания уже в работе и на контроле руководителя региона. Несмотря на это, на такую загруженность вы еще продолжаете одними из первых организовывать и гуманитарную помощь. Я уверен, что именно ваши слова, слова поддержки, ничего дороже для наших ребят на сегодняшний день для них этого нет. Низкий вам поклон, я хочу вас искренне поблагодарить за это, пожелать нам всем скорейшего возвращения наших ребят, живыми, здоровыми, с победой. И я уверен, что вот с такими женщинами и с вашей теплотой и заботой, конечно, мы это, Стас Всевышний, в ближайшее время обязательно к этому мы придем. С того момента, как у нас прошла встреча с вами 31 января, поддержка колоссальная, колоссальная идет во всех направлениях. Поддержка от всех замов идет, все ведомства работают, очень оперативно решаются вопросы. Просто большое человеческое вам спасибо. Я думаю, если так дальше пойдет, победа будет точно за нами. Победа будет точно за нами? Да, дай Бог, чтобы она была как можно быстрее. Своими силами, вот, и с фондом мы вместе собрали больше 20 тонн грузов гуманитарного и технику отправили. И очень многим семьям уже помогли. Затем Рашид Тимрезов вручил государственные награды и присвоил почетные звания жительницам республики за профессиональные заслуги в области здравоохранения, спорта, культуры, образования, юриспруденции, торговли, сельского хозяйства. С торжественной церемонией репортаж Альбины Ламковой. Такое количество цветов, наверное, бывает один раз в году. Входа в зал всем гостям вручали букет тюлюпанов. Весенние цветы в разных расцветках подняли всем представителям женского пола настроение. В зале собрались представители разных профессий. Приятным и душевным сюрпризом стало поздравление бойцов с передовой, защитников Родины. Чтобы мы были такими жесткими, нежными и милыми. Желаю вам больше радости. Чтобы наши слезы были те, что только слезы радости в нашей жизни. Искреннее тепло всех присутствующих поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот день по праву считается символом доброты, тепла и любви. Когда нас перенасыщают чувства восхищения и благодарности к дорогим нашим женщинам, отметил глава региона. Добавив, что вы преуспеваете во всех сферах жизнедеятельности, оставаясь чуткими, любящими, заботливыми хранительницами очага. Обратился с благодарностью и к многодетным мамам. Отдельную благодарность хочу выразить материалам, которые воспитали настоящих патриотов и героев, которых мы сейчас с вами видели на экране, которые поздравляли вас с 8 марта. И которые защищают нашу страну в ходе специальной военной операции. Не хватит, наверное, всех слуг, чтобы выразить вам наше восхищение и признательность. Низкий вам за это покой. Дорогие женщины, мамы, бабушки, прабабушки, от все души поздравляю с вашим праздником. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и всегда такого классного весеннего настроения. Затем руководитель республики вручил женщинам государственные награды. Дарья Куэльканова получила звание заслуженный учитель Российской Федерации. В сфере образования она работает более 50 лет. Я этим званием очень горжусь. Хочу сказать, что все знания, все свой опыт буду стараться передавать молодому поколению. Хочу сказать, для того, чтобы я достигла этой цели, многие мне помогали, многие направляли. Хочу сказать большое спасибо им. Хочу сказать большое спасибо главе Карачаево-Черкесской республики. Поддержать Дарья Кусяитовну пришли родные. Это моя внученька. Как тебя зовут? Дарья. Дарья. Дарья, ты больше учительницей, как твоя бабушка? Да. На мероприятии получили государственные награды 26 человек. Все они настоящие герои труда самых разных профессий. Принципиальность, настойчивость в достижении цели позволяют добиваться хороших результатов. Лёля Искендарова – социальный работник. В этой сфере она трудится более 17 лет. Говорит, очень волнительно получить высокое звание, так как это не только оценка твоего личного труда, но и большая ответственность, которую надо оправдать. Чувства, конечно, переполняют. Мне очень приятно находиться здесь. Спасибо большое всем, кто за меня кататайствовал, моим коллегам, министру Туфану Айсовичу Шакову, всем моим девочкам от дела. Зал был наполнен атмосферой весеннего настроения, улыбками и радостью зрителей. Праздник прошёл на весёлой и позитивной волне. Яркой частью торжества стали вокальные, хореографические номера, исполненные артистами нашей республики. Дарите женщинам цветы, дарите женщинам улыбки, дарите женщинам стихи. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Существенных осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночи плюс 1, плюс 3, а днём 15-17 градусов тепла. В Кисловодском цирке с 11 марта шоу «Звёздный круиз». Окунитесь в мир космических приключений на борту звёздного лайнера «Ноль плюс». Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Сегодня в Карачаево-Черкесии открылось региональное управление спецсвязи. Предприятие имеет статус стратегического и является фельдъегерской службой в структуре Министерства цифрового развития. Всё необходимое для работы сотрудников было подготовлено ещё в конце прошлого года. И вот теперь при участии руководителя Республиканского цифрового ведомства и Южного регионального управления специальной связи был дан официальный старт. В приоритете совершенствование системы взаимодействия, повышение экономики, доставка секретных и ценных отправлений, опасных грузов, наличных денег и многого другого. Управление открыли. Обеспечен у нас сегодня полный цикл работы. Уже с нового года оно работает. Но не было никакой формальности оформления документальной базы. Эта база уже у нас имеется. В полном объёме все лицензии получены. С правительством Карачао-Чешской Республики взаимоотношения хорошие и прекрасные. Всё, что нужно было предоставить с их стороны, они представили. Добрый путь данному управлению и на долгие годы работы в Республике. Первый высокогорный пробег на призы лучшего жакея России. Морзебека Капушева состоялся в Карачаево-Черкесии. Всадникам нужно было преодолеть непростой путь его несколько километров за определенное время. О том, чей четвероногий друг оказался выносливее, быстрее и опытнее, расскажет Алла Качиева. 43 всадника из разных регионов юга России на Гумбаши. Именно здесь находится точка старта. Гумбаши находится на высоте 2187 метров над уровнем моря и является самым высокогорным перевалом в России, по которым проложены автомобильные дороги. Проскакать на лошади по горной местности несколько километров – задание не для слабых. К тому же, не только всадник, но и четвероногий друг должны быть хорошо подготовлены. Маршрут пробега проложен по гористой местности и включает в себя участки с различными типами грунта. За полтора часа всадники должны преодолеть труднодоступные перевалы, переправы через горные реки, переходы по населенным пунктам и заболоченные места. Конно-спортивные соревнования на призы имени лучшего жокея России Морзобека Капушева, организованные фермером из Верхней Мары Ханапиолчаковым, проводятся первый раз. Конный пробег ради Морзобека, что он всех нас гордость, обрадовал нас за него. Мы решили благодарить его, чтобы подростки, которые растут, тоже пример взяли с него. Участники пробега отнеслись со всей серьезностью к соревнованиям – 33 километра за полтора часа. Самый высокогорный конный пробег в Крачаевском районе собрал десятки любителей этого вида спорта. В горах погода очень непредвиденная и переменчивая. В день пробега то спускался плотный туман, то появившееся весеннее солнце сменялось обильным снегопадом. Но и это не могло быть помехой для настроившихся на победу скакунов. Десятки любителей конного спорта в ожидании. Преодолев 30 километров, участники пробега будут финишировать здесь, на Покунсырте. В итоге первым на плата Покунсырт с прекрасным видом на Эльбрус прискакала англо-карачаевская лошадь Дубай под седлом уроженца Кабардино-Балкарии Дагипа Хитиева. Ему и вручили денежный приз размером в 200 тысяч рублей. На втором месте Арсен Лепшоков из аула «Козыл-Октябрь». Ему достался жеребец карачаевской породы 35 тысяч рублей. И на третьем – Рамазан Шайлиев из Марайоды, выигрыш которого составил 25 тысяч рублей и баран карачаевской породы. Большинство участников пробега – молодые ребята и четыре девушки. Наравне с ними свои силы решил испытать и 68-летний житель Сочи – Карапет Милостян. Конечно, молодёжь надо заинтересовать и их дух поднять, чтобы они продолжали их недельские обычаи. А самому виновнику торжества – Мурзабеку Капушу, в честь которого проводился данный пробег, организаторы преподнесли Коран, Бурку, Шапку и Барана. Как отмечает лучший жакей России, участники достойно прошли дистанцию. Принцип, конечно, один и тот же соревновательный дух. Все хотят победить, выиграть. Ну, просто правила разные немного. Здесь надо беречь коня, чтобы всю дистанцию проехать. Там где-то что-то не так могут снять с участия, если лошадь неправильно дышит. А у нас это уже смотрят после скачки. Андрей Преттенчинский из Новосибирска уже несколько лет разводит карачаевских породистых жеребцов. Сегодня с удовольствием принимает участие в празднике. Я с детства люблю лошадей. А когда-то так случилось, что познакомился с моими друзьями, с карачаевскими, с Рамазаном Алчаковым. И полюбил эту породу очень. И она мне очень нравится. Я считаю, это, наверное, одна из лучших пород. В республике Алтай у нас горы. Природа похожая на эту. И эти кони очень нам подходят. Это выносливые, сильные, очень надежные, верные друзья. Развитие и популяризация карачаевской породы лошадей, конного спорта, здорового образа жизни, сохранение и возрождение лучших традиций горцев – главная задача организаторов. Что замечательно, вот сейчас молодежь стремится иметь коня. Не машину, а коня стремятся. И они сами дети, вот подрастающие поколения, они выращивают кони, ухаживают за ними. И стараются достичь высоких мест на соревнованиях. Это же хорошо. Алла Качиева, Анна Сокол, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Лимитчица». Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!